И сегодня мы поговорим о том, как с детками разговаривать о семейных ценностях. Опять-таки, если вы изучали уже новую федеральную образовательную программу, то вы увидели требования, которые предъявляются педагогам в этом плане. И увидели о том, что большое внимание уделяется тому, чтобы поддержать семью, семейные ценности. Ну и да, в наше непростое время как раз семья остается той гаванью спокойной, в которой мы можем отдохнуть, набраться сил. И для наших деток то же самое и справедливо, потому что семья для них очень важна как основа опора, с которой можно взять старт в большую взрослую жизнь. Но здесь возникает сразу же несколько проблем. С одной стороны, тема семейных ценностей, она же у нас не новая. То есть, когда я начала этой проблемой заниматься, этим вопросом увидела, что это уже давно разрабатывается. И, наверное, если мы сейчас спросим чата, мне хочется это сделать, вы напишите, какие мероприятия в поддержку семейных ценностей вы вместе со своими ребятами и родителями создаёте. Напишите, пожалуйста. Я думаю, что это тоже всем будет интересно. И мы действительно очень много всего делаем. Вот сейчас, если коллеги будут писать, то вы увидите. И много разработок, методических разработок, авторских разработок. Когда я посмотрела на весь этот объём материала, то увидела, что многие вещи, они как бы объяснительные. То есть, мы детей знакомим с традициями, знакомим-знакомим. Очень хорошо, замечательно. Мы детей знакомим с праздниками. Дети у нас в этих праздниках принимают какое-то непосредственное участие, готовятся к праздникам. Что ещё? Мы рассказываем про бабушек, про дедушек. Но вот эти все мероприятия, они, безусловно, прекрасны. И им, во-первых, мне кажется, немножечко не хватает глубины. А глубины от нас сейчас потребуют, потому что внимание, опять-таки, к крепкой семье, оно огромное. А второе, там немножечко не хватает какого-то практического момента. Ведь для того, чтобы понять, что такое семейные основы, опоры семейной ценности, детям самим нужно принять в этом участие. И это будет не только участие в праздниках, но кое-что ещё. Вот об этом я хотела сегодня поговорить, чтобы дополнить ваш большой, огромный багаж работы с семьёй ещё и некоторыми своими наработками. Итак, давайте мы сначала поговорим о том, чем семья отличается от любой другой небольшой социальной группы, такой как класс, коллеги и так далее. Прежде всего, это люди, которые живут в одном доме и общаются друг с другом очень близко. Недаром вместо члена семьи мы часто произносим прекрасное слово «близкие люди». То есть это отношения, в которых очень много живого, телесного. И это отношения, в которых нельзя соврать. Потому что когда живёшь с человеком в одной квартире, соврать как-то не получается. Второе – это неформальный характер. То есть семья, поскольку это близкие люди, и дома мы можем расслабиться, то отношения семейные, они часто не регламентированы ничем. Ну, почти всегда не регламентированы ничем, если эта семья какая-то не ортодоксальная. То есть если семья очень религиозная, например, то там много формальных каких-то вещей, формальных правил, но если семья не относится к очень сильно религиозным, то там будет как раз неформальный характер. Ну и семья, она для ребёнка делает одну такую вот интересную и важную вещь. Она формирует вкусы ребёнка, его симпатии, вообще его отношения к жизни. Дальше, что важно в семье? То, что в семье каким-то образом, при том, что люди разные, есть общность взглядов на жизнь и мироощущения. Люди в семье, они относятся к жизни обычно одинаково. Как они относятся, это другой вопрос, но обычно это очень похожие какие-то взгляды. Дальше. Это совместное решение очень разных вопросов жизнедеятельности, очень разных. Ну и наличие своей особой неповторимой культуры, символики, обращения и жесты, разделяемые только внутри данного круга. У каждой семьи есть свои словечки, да, ведь есть свой какой-то сленг даже. Ну, я как-то была свидетелем, когда мои близкие друзья, папа с сыном, они сошли в какой-то магазин, сын посмотрел на какую-то игрушку, и так у папы спрашивают, ну что, крыло? Тот говорит, крыло, я понять ничего не могу, потому что никакого крыла я там не вижу. Потом они посмеялись и объяснили, что у них в семье есть такое выражение, дорогой, как крыло от самолета. И как раз таким образом ребенок своего отца спросил, нам это дорого? А папа сказал, да, дороговато. Ну вот, кроме них никто их не понял. Вот, и в каждой семье вот этого всего очень-очень много. Дальше еще важные вещи. В отличие чувства «мы». То есть это какое-то внутреннее и очень глубокое ощущение того, что мы цельная группа. Мы все одинаковы, и мы все себя определяем как нечто целое. Это очень высокая степень доверия, и это в семейных отношениях всегда будет очень большая эмоциональная вовлеченность. То есть там в общении будет большая, очень большая роль эмоций. И не так важны слова, как важны эмоции. Ну и, конечно, чтобы держать абсолютно разных людей вместе, разных по возрасту, по мировоззрениям, может быть, по каким-то своим профессиональным возможностям, нужны какие-то стабилизирующие механизмы семейной системы. То есть система для того, чтобы себя удержать, создает вот эти механизмы. Они могут быть как положительные, так и отрицательные. И я расскажу про все понемножечку. Но мы с вами будем обращать внимание в практической части на положительные стабилизирующие механизмы, которые никому не причиняют зла, а семью стабилизируют. Первое – это традиции и ритуалы. Очень важную нагрузку несут традиции и ритуалы, потому что они объединяют семью и снижают тревогу у всех участников. Что это такое? Это может быть какой-то ритуал празднования Нового года. Например, что в Новый год все собираются в родительской семье, празднуют Новый год, а потом только дети разбегаются по своим компаниям, даже если дети уже очень взрослые. Это может быть традиция весной ехать на дачу и там устраивать пикник с шашлыком, например, на 1 мая. Может быть какая-то традиция пятничных сборов семьи, может быть кино по пятницам. Традиция и ритуал укладывания спать, когда все друг другу говорят «спокойной ночи», «приятного сна», например, и расходятся семейные ужины и много чего еще. Если вы сейчас начнете вспоминать, то вспомните очень-очень много. Ну и чем они объединяют семью? Это понятно тем, что вот эти традиции и ритуалы собираются вместе. А каким образом они снижают тревогу? Вот это, коллеги, тоже очень важно и очень важно для наших детей, поэтому мы традиции и ритуалы просто чтим. Когда ребенок оказывается, ну или даже взрослый оказывается в огромном-огромном тревожном мире, то он не знает, на что опереться, что будет дальше, что случится в следующий день. Но если он знает, что в конце недели он обязательно придет на ужин к своей маме, и это будет прекрасный теплый ужин с разговорами, то все становится на свои места, и жизнь не кажется такой уж страшной. Вот, поэтому ритуалы и традиции очень нужны. И мы часто на консультациях, когда консультируем семьи с проблемами, с какими-то конфликтами, предлагаем им сделать добрые традиции, и дети первые это подхватывают. Очень важно, что для традиций и ритуалов. Повторяемость, коллективный характер, то есть все вместе, и открытая информация для всех. То есть все всем рассказывают, каким образом все это должно происходить. Дальше. Это семейные ценности. Собственно говоря, такая важная вещь, о которой мы сегодня и будем говорить с вами. Это, вот здесь уже вещи поинтереснее. Смотрите, если про традиции и ритуалы в семьях принято говорить вслух, то есть они как бы друг к другу передаются через открытую информацию. То есть ребеночку говорят, в пятницу мы пойдем на обед к бабушке, там соберутся все, и нужно будет обязательно посидеть за столом, зато бабушка готовит пирожные. Ребенок все знает, все понимает. Семейные ценности очень часто не транслируются, они как бы подразумеваются сами собой, что они есть, и о них не говорят. Особенно если в семью эти ценности вшиты на уровне многих-многих поколений, то о них могут не говорить. Что это такое? Это представление о том, какими качествами должен обладать идеальный член семьи и какие поступки он должен совершать. Ну и наоборот, какими качествами не должен обладать человек, чтобы не быть изгнанным из этой семьи, какие поступки нельзя совершать. Дальше. Это социально значимые качества человека. То есть, например, мы те, кто всегда честны и никогда не обманывают. Мы те, кто готов защищать, мы те, кто готов помогать, например. Мы те, кто за справедливость, мы работящие люди и так далее. Ну и да, я уже перешла к деловым качествам человека, такие как упорство, трудолюбие, решительность, предприимчивость. То есть ценности это про то, каким должен быть человек в этой семье. И часто про ценности говорят неким косвенным способом, например, рассказывая про других членов семьи, про предков, отмечают вот эти качества. Например, твой дед был таким трудолюбивым, таким зажиточным крестьянином, что у него были и лошадь, и корова, и много чего еще, и он всю жизнь трудился. То есть здесь ребеночку не говорят напрямую, будь трудолюбивым, а ему как бы вот ставят предков пример. Семейные ценности примерно так передаются. Ну и тоже таким действием, которое семью и семьи делает единое целое, это совместная деятельность является такая, которая интересна и доступна для всех, эмоционально окрашенная, ну и здесь разная. Это могут быть и походы, например. Это могут быть походы в кино. Это может быть выкапывание картошки на бабушкином огороде, потому что все уже давно поняли, что это ритуал, и они жизненная необходимость. Хотя картошка есть в соседнем магазине, то осенью все равно все от мала до велика должны взять лопатки, поехать на огород и выкопать эту картошку. Потому что, ну вот это совместная деятельность, с которой мы транслируем ребенку опять-таки семейные ценности какие-то. Креативное, то есть совместное рисование. И вот это тоже та вещь, которая семьи очень-очень сильно укрепляет. Ну и наконец такая интересная вещь, как семейные правила. Вот семейные правила часто могут очень сильно повлиять на отношения в семье. И часто приходится на консультациях, не приходится, а выбирается как такой лучший инструмент психолога и существующих, это принятие всеми членами семьи определенных семейных правил. Что это такое? Это гласные или негласные директивы, которые определяют, как нужно вести себя членом этой семьи. Не зря я сказала гласные или негласные, потому что с правилами все посложнее. Есть то, что говорится, проговаривается вслух, а есть то, что не проговаривается, но демонстрируется. Тоже из рассказа клиентки. Когда она вышла замуж, но совсем еще молодой девочкой, то она поселилась в доме своего мужа. И, конечно же, она попыталась закрыть дверь своей комнаты. Не только ночью, но и днем. И как только она закрывала двери своей комнаты, приходила свекровь, она что-то у девушки мягко спрашивала, то есть ей не говорили, что, ах ты какая плохая, ты двери комнаты закрыла. Нет, она что-то поинтересовалась, например, говорила, хочешь ли ты чаю с пироженкой, и при этом открывала, как бы не вначале двери Настя. То есть в этой семье было негласное правило двери, не закрываем все на виду, все должны видеть друг друга. Поэтому свекровью очень тяжело было принять вот эти закрытые двери. Ну и гласные директивы, такие как, например, мы не предаем друг друга, мы все получаем высшее образование, мы все работаем в медицине, или наоборот, мы все учителя и так далее. Ну и если приняты правила, то это основание, на котором плохо или хорошо или строится жизнь семьи. А вот если правил нету, то есть никто не знает, как себя вести, или, как чаще всего бывает, правила есть, но они устарели, потому что семья перешла в другой жизненный цикл, а правила остались те же. То это часто бывает основанием для обид и конфликтов внутри семьи. Здесь могут быть разные вещи, ну, например, это может быть таким образом проявляться. Есть семейное правило, да, я сейчас пройдусь по всем кризисным возрастам, постараюсь пример привести на все возраста, потому что, ну, не зря я сказала, что кризисные возраста, потому что, когда ребеночек входит в кризисный возраст, приходится часто правила семьи менять. То есть обычно, когда семья с растущим ребенком есть, то они меняют свои правила, когда рождается ребеночек, когда ему исполняется 3 года, 7 лет, и он идет в школу, ну и приходится еще правила менять, с большим скрипом, надо сказать, когда ребеночек входит в подростковый возраст. Ну, например, у нас трехлеточка, и всегда было семейное правило, что вечером старший братец одевает младшую сестренку и ведет ее на прогулку. Старший братец с правилом подчиняется, начинает сестренку одевать, и в какой-то момент он сталкивается с очень жестким бутом. Она начинает визжать, кричать, что она кричит, понятно, я сама начинаю долго одеваться. Он же растет в правилах, то есть он знает, что быть хорошим человеком в этой семье, он должен одевать младшую сестренку. Она такая, я сама, я сама. И приходится вот это семейное правило менять. Теперь правило звучит так, младшая сестренка одевается сама, а братец только наблюдает. Если понятно, поставьте огонечек. Ну и также, например, когда ребеночек пойдет в школу, то будет новое семейное правило. Какие-то новые правила вводятся, ну, например, что вечером ребеночек сам собирает свой портфель, и мама тут ни при чем. Это хорошее семейное правило. А если вводится семейное правило, что каждый вечер вся семья устраивает танцы с бубном вокруг портфеля ребенка, кто в тетрадку складывает, кто пенал, и все друг на друга кричат, то это нехорошее семейное правило, и оно ведет к тому, что танцы с бубном будут продолжаться еще 11 лет. Ну и точно так же правила могут быть разные. И правила помогают ориентироваться в реальности, то есть ребенку понимать вообще, где его границы, а представления о границах, они для ребенка очень важны. Пока свои не вырастет, это случается в ранней молодости. Знать и соблюдать права и обязанности, опять-таки чувствовать принадлежность к семье. Да, то есть живешь по правилам, ты член своей семьи. Но немножко про негласные правила. Про гласные я проговорила, негласные то, что не проговаривается, например, все лучше ребенку он больной. И есть еще неосознаваемые правила. То есть кто-то когда-то три поколения назад эти правила проговорил, и люди теперь поступают определенным образом, это не проговаривается и не осознается. Ну, любимая психологами байка про курочку. Но если хотите, расскажу. Если хотите, ставьте огонечки, я ее расскажу. Она очень хорошо демонстрирует то, что такое семейное правило. Так вот, поженились молодые муж с женой, и жена, когда жарит курочку в духовке, отрезала у курочки ножки и положила рядом. Муж, конечно, в шоке, говорит, за что ты так с курицей поступила, что вообще происходит. Она говорит, я не знаю, моя мама всегда так делала. Пошли к маме выяснять, мама говорит, ну я не знаю, моя мама так делала. Пошли к бабушке, благо бабушка еще живая. А бабушка говорит, ну да, когда я была молодая, у меня была маленькая духовочка, и чтобы курочка вся вошла, пришлось ее ножки отрезать и класть рядом. То есть три поколения прошло, духовочка уже совсем не маленькая, а курочку готовят определенным образом. Это иллюстрация того, какие бывают неосознаваемые правила. Ну и сейчас уже к практическому инструменту. Вообще про правила разговаривать очень сложно, потому что, во-первых, они действительно много неосознаваемых правил, а во-вторых, у каждой семьи свои правила. И когда человек, даже если ты модератор, педагог или психолог, лезет в эти семейные правила, ну обычно это заканчивается печально, потому что, ну или принимают те правила, которые никто выполнять не будет, или просто выходят из ситуации консультирования. Нашла вот прямо на просторах интернета, я понимаю, что это совсем не академически, но иногда там попадаются такие классные вещи, что вот, ну просто грех не взять. И я их взяла. Это свод правил, который называется правилом у метролей. Вы их найдете очень легко, они есть. Вот, можете сейчас посмотреть, пока я еще кое-что про правила расскажу, и потом будем говорить уже вот про этот интересный инструмент. Особенности семейных правил еще какие? Первое, это гибкость, то есть я уже сказала, что семейные правила меняются в зависимости от цикла семьи. Уникальность, как правило, устный способ передачи, и там еще важна эмоциональная составляющая. Хотя я, честно говоря, когда мои детки зашли в пубертатный период, вот из правил у метроли делала нарезку, и в рамочке она у нас какое-то время висела на стене. И когда-то поняла, что это не нужно, и убрала. Ну и давайте немножечко пробежимся вот по этим правилам. Что это такое? Это фразы из цикла книг про метроли, которые как раз и рассказывают про семейные правила. И очень хорошо они иллюстрируют то, что ну как на самом деле семейные правила надо писать. Первое, что в правилах нужно записать, это как вести себя с другими членами семьи. И давайте мы с вами поработаем практически, чтобы у вас был опыт, чтобы вы могли потом также работать с родителями, детками из ваших групп и классов. Как вести себя с другими членами семьи? Мама Мумитроли говорит, например, всегда горячо приветствую всех тех, кто входит в твой дом. Интересное правило. Молоко, розы, булочки и ягоды лучший способ отметить возвращение кого бы то ни было домой. Ну и, например, такое правило. Люди, которые держат дом в тепле, а животы сытыми, должны почитаться как герои. Хорошее же правило. Смотрите, если мы возьмем правило про молоко и розы, тогда для какой-то конкретной семьи это правило может прозвучать так. Когда кто-то вечером приходит, его нужно встретить, поздороваться и перекинуться парой слов. Я знаю семьи, в которых это правило называется правило двух минут. То есть человек пришел, две минуты он со всеми, и потом все занимаются снова своими делами. И это же тоже очень важно. Например, папа пришел с работы, такой уставший, и он видит, что раз-раз-раз вся семья к нему сбежалась, поулыбались, посмотрели, и он уже начинает с вечерних дел совсем в другом настроении. Деточкам это тоже важно. Деткам, например, важно, чтобы их провожали в школу. И даже ребеночек, когда подрастает, и он уже не позволяет с собой нежничать, то все равно нужно, чтобы мама или папа или бабушка стояли на пороге, когда он уходит в школу и машет ручкой. И даже если ребеночек уже на две головы выше бабушки, все равно это ему важно. Ну и правило, люди, которые держат дом в тепле, а животы сытыми, должны почитаться как герои. Здесь тоже очень важная мысль о том, что взрослых людей нужно уважать. И смотрите, большая же разница, если мы ребенку говорим, да, мы взрослые, нас надо уважать. Или мы говорим, вот я зарабатываю деньги, если я не буду зарабатывать деньги, мы все помрем с голоду. А здесь вот такая вот фраза, и в ней, согласитесь, что очень много теплоты. Как вести себя с другими людьми? Например, мумитроль должен знать, как правильно делать комплименты, фрекенсно. То есть, если мы переводим на человеческий язык, то ребеночек должен знать, как вести себя с чужими посторонними людьми. Здороваться, говорить до свидания и так далее. И, кстати, вот с этими правилами можно поработать с ребенком, если ему семейные правила по каким-то причинам непонятно. То есть, мы читаем правила мумитролей, а ребенку говорим, а как это в твоей семье, например, да, или как ты можешь это правило перевести вот на человеческий язык. Я вернула. Я пишу прям как в сказке Шехерезада, и все останавливается на самом интересном месте. Все, я перезошла, но я же вопрос задала, да. Сема Гаррия Александровна с вами. Да, можно отвечать на вопрос. Передаю. Да, давайте напомню вопрос. Смотрите, даже самые странные люди могут когда-нибудь пригодиться. Как это перевести на нашу, на житейскую ситуацию? Пишите, пожалуйста, в чат, это тоже очень интересно. Ну, и такое теплое правило бывает, что все, что тебе нужно, это поговорить с друзьями. Следующее, что интересное вот в этих правилах есть, за что я их полюбила, это за то, что в них очень много вещей про отношение к себе. И как раз это вещи, которые в обычных семьях, в своде правил, они не звучат, либо звучат так, что ребеночек этого не понимает. Цитирую. Ваши планы не обязательно должны быть необычайными, чтобы сделать вас необычайно счастливыми. Ну, и если переводить это на язык психолога, то я обычно перевожу так, что вы не обязаны делать что-то сверх-сверх такое чудесное, сверх-великое для того, чтобы быть счастливым. То есть не обязательно быть по жизни, отличникам для того, чтобы тебя любили. Вот такое вот хорошее правило. Да, все мы бываем вредными, но это не значит, что мы перестаем любить и уважать друг друга. Посмотрите, какое хорошее правило. Вы можете вот на основе этих правил написать какие-то свои. Дальше, интересное правило. Нужно остерегаться последствий своей неумеренности. Ну, тут уже не поспоришь. Те, кто вас любят, никогда не обратят внимание на вашу неуклюжесть. И хорошее правило. Даже если малышка мю смогла это сделать, то и ты сможешь. Это тоже вот такое очень глубокое правило, когда мы говорим ребенку, смотри, ты же такой же, как все. Если кто-то смог это сделать, и ты сможешь сделать, и у тебя тоже получится. Вот такой вот блок правил очень интересный. И там же есть еще правило про то, как проявлять свои эмоции. Это уже тоже в семейных правилах часто такая закрытая тема. И вот здесь, пожалуйста, умеет роль и все можно. Иногда хорошо поплакать, это то, что вам нужно для роста. И когда, например, мы в семью вводим правило, что все, и даже мальчики, и даже папы могут проявлять свои эмоции, то мальчикам и папам становится ощутимо легче. Иногда никто не может справиться со своими чувствами. Противовес правил, которое существует, например, в таких закрытых семьях, где не принято выражать чувства. Здесь оказывается, если чувства сильные, то можно. Каждый, вне зависимости от того, мал он или нет, имеет право сердиться иногда. Даже самые грустные вещи перестают быть самыми грустными, если относиться к ним правильно. Как с этим работать? Как с этим работать? Как с образцом правил? Когда мы разговариваем с семьей или мы делаем детско-родительское, например, занятие на эту тему, то мы можем его сделать на основе вот этих сказочных правил. Когда это нужно сделать? Если естественные кризисы подошли, взросление ребенка, также, если какая-то ситуация в жизни семьи случилась и очень сильно изменился образ жизни и распределение обязанностей. Ну и, например, если раньше в семье было правило «папа ходит на работу, мама остается с детьми», то теперь у папы с работой не очень временно, и мама ходит на работу. И правила поменялись. Теперь утром мама уходит на работу, то есть деточек никто не провожает, ручкой не машет. Ну, например, мама ввела новое правило, с утра посылает на WhatsApp смейлик какой-нибудь. И это новое правило, оно тоже ребеночка стабилизирует. Изменения в личной жизни кого-нибудь из семьи. Да, то есть, например, если старший ребенок выходит замуж или женится, а в доме есть еще маленький ребенок, то теперь нельзя заходить в личную комнату молодой семьи. Ну и вот разные такие еще вещи. Ну и семейные правила при условии такой очень хорошей, грамотной модерации могут прекратить затяжные, нерешаемые конфликты и проблемы с коммуникацией в семье. Но здесь есть одно но. То есть здесь, если вы беретесь модерировать, то вы модерируете долго. И сначала мы вместе с семьей правила вводим. Их прямо в таких ситуациях вешают на стенку, печатают, обрамочку оформляют. И потом какое-то время нужно семью собирать и спрашивать, как вам живется по правилам, нужно ли какие-то правила поменять, подкорректировать. И это наблюдение, модерация происходит до тех пор, пока семья не придет в порядок. Но по форме работы для психологов это длинное консультирование, а для педагогов это тоже консультирование с семьей, уровень каких-то советов для семьи. Тоже личное консультирование для родителей. Вот такая интересная работа. Как можно еще, какой работой еще можно дополнить принятие правил. Методика ролевая карточная игра. Мне она очень нравится. И иногда, если в семье правила, они такие бесконечно аморфные, то можно сначала поиграть в эту ролевую карточную игру, а потом уже разбираться с правилами. Авторская игра. Джина Огден и Энн Зевин. Авторы. И это психотехника для работы с семьей. По этой технике можно продиагностировать семейную ситуацию и немножечко помочь. Очень хорошо подходит для того, чтобы провести консультацию с семьей, там, где есть родители и детки, и помочь этой семье решить какие-то проблемы. В этой игре есть карточки, роли и обязанности. Например, такие, как организатор дома, разгрузчик посудомойки, садовый работник и так далее. И есть еще роли во взаимодействии. Вот эта вещь, она очень ценная, потому что мы эти роли за собой не признаем. Ну и иногда для нас таким не очень приятным открытием становится то, что другие члены нашей семьи считают нас, например, жертвой, сбивателем с толку или одиноким волком. Как играет в эту игру? Каждому члену семьи выдают все карточки на руки, абсолютно все. И каждый человек, который играет в эту игру, эту карточку сортирует, и если он считает, что это роль про него, то он берет эту карточку себе. Но если он решает, что это роль про кого-то другого, то он кому-то другому эту карточку выкладывает и при этом комментирует, почему он таким образом поступил. На стадии острых конфликтов, когда все истерят и обзывают друг друга или даже там в бой пускаются, эту игру не проводим, но если конфликт такой тлеющий, если есть непонимание, тогда в нее можно поиграть. Она играется обычно перед принятием правил. То есть здесь технология такая, мы с семьей поговорили, поняли, что там правил нет или никто ничего не понимает, сыграли в эту игру, люди немножечко увидели свои роли, после этого приняли правила. Вот таким образом. Как создаются правила по-хорошему? То есть по-хорошему в семье с детьми сначала взрослые договариваются про правила, а потом их выдают дети. И когда дети подключаются, они подключаются и тоже правила эти обсуждают. И очень хорошо, если в своде правил появятся те правила, которые дети выдали. Ребенку объясняют, для чего нужны правила, и что будет, если их нарушать. Но это не наказание. То есть просто ребенку показывают неправильные, последствия неправильных действий. Ну и если ребеночек маленький, дошкольник, то правила вводят постепенно, и следующее вводят только, когда усвоено предыдущее. Вот такая работа. Напоминаю еще раз, акцентирую ваше внимание на том, что это техника для консультирования. Следующая техника для групповой работы с детьми и родителями, для работы всей группы. И она называется создание семейного древа. Кстати, когда скачаете презентацию, вот этот шаблон можно тоже скачать. Там окошечки прозрачные, и этот шаблон можно прямо деткам давать, они просто туда будут фотки подкладывать, и будет все очень удобно. Семейное древо это родословная семья, которая изображена в виде дерева. Самые два варианта есть. Вот первый, который здесь проведен, то есть самый маленький внизу, а дальше уже на следующих веточках родители, и дальше там бабушки, дедушки. Это очень удобно, потому что ну как бы с каждым поколением родственников все больше, и вот такая расширяющаяся крона. Иногда делают по-другому, то есть на корнях располагают предков, прабабушек, прадедушек, потом выше бабушки, потом родители и ребеночек. Это тоже так символичная модель развития семьи, то есть корни у людей старшего поколения, юные веточки, которые тянутся вверх, они у деток. Ну так или иначе, можно вот такие вот деревья создавать. Чем хорошо? Во-первых, здесь ребенку без родителей не справится. Ну и все это позволяет родителям и детям повзаимодействовать. Вы помните, что взаимодействие это как раз то, что укрепляет семью. Во-вторых, родителям часто самим становится интересно, и многие родители в этот процесс втягиваются всерьез и начинают находить какие-то очень интересные вещи про своих предков. То есть вы можете, в принципе, инициировать создание родословной для семьи, а потом уже люди будут сами это продолжать. Ну и, конечно, для ребеночка это очень важно, потому что он видит, откуда он пришел. Как можно составить семейное древо? Прежде всего, мы предлагаем начать со сбора информации для того, чтобы узнали про бабушек, дедушек. Можно это вынести, ну вот как поддельную форму работы, когда ребята приходят и рассказывают про бабушек, про дедушек. Дальше, собирание фоток, видео, если они есть, каких-то документов, свидетельств, это тоже очень интересно. Затем вместе выбирают вариант оформления и создают семейное древо. И эта работа может длиться достаточно долго, можно разместить его на видном месте и постепенно дополнять, потому что, когда начинают вот эту работу, то приходят новые и новые сведения. Что это дает ребенку? Во-первых, это чувство принадлежности и опоры. Ведь все упражнения, которые связаны с признанием своего рода, тот, кто психологией занимается или для себя, или профессионально, тот знает о том, что сейчас есть всякие упражнения, мой род, кто делал хоть раз в жизни, поставьте огонечек. Упражнение «Сила рода». Ну и для ребеночка это примерно то же самое. То есть он зримо через картинки, через фотографии начинает видеть, что на этой земле он не один, а за ним стоят поколения и поколения его предков и каждый обладает какой-то силой. И представление о том, что он эти сильные качества наследует. То есть он прямо видит вот эти связи от людей и он знает, что дедушка это герой, что бабушка там она умела делать все-все-все, что мама заслуженный врач, к примеру. И он понимает, что это и его качество тоже. Дальше, что для современных деток очень важно, это правильное представление о семейной иерархии в своем месте в ней. Потому что сейчас во многих семьях иерархия перевернута и главный, кто в семье, напишите тоже, пожалуйста, в чат, чтобы я подтвердила свои догадки. Кто у нас в семьях главный? Ребенок. Спасибо, Таисия. Конечно же, ребенок и иерархия строятся таким образом, что во главе семьи ребенок, дальше там бабушки, которые ребеночка опекают, где-то там внизу родители, которые непонятно вообще, что в этой жизни делают. То есть каким-то образом там не связаны с ребенком. Так тоже бывает. А когда иерархия выстраивается правильным образом, то дети понимают, что в их семье есть люди гораздо более сильные, чем они. И вот сама идея того, что детки подчиняются взрослым и уважают взрослых, она тоже для современных деток очень хороша. И могу сказать, что она еще и целительна. Потому как дети должны понимать не только, что взрослые главнее, а то, что взрослые сильнее, если что-то они выручат. Это тоже важно. Ну и осознание семейных ролей и отношений. То есть на этапе дошкольного детства ребенок должен еще и усвоить вот все эти названия в иерархии семейной. Тетя, дядя, двоюродный брат, двоюродная тетя, племянники и так далее. И как раз, когда мы древо рисуем, то ребеночку очень хорошо прослеживать связи и все эти слова запоминать. Ну и самое интересненькое это совместное занятие по арт-терапии для родителей и детей. Вот если честно говорить про цель арт-терапии, то для меня эта цель это вытащить непроговариваемое в семье. Как только вытаскиваешь непроговариваемое, то семье заметно легчает и отношения в семье становятся другими. Это обогащение опыта совместной деятельности, потому что дети и взрослые мало что делают вместе. А если мы их ставим в ситуацию арт-терапии, где они примерно равны им по способностям, ну потому что мало кто из взрослых художники, да, и они рисуют, ну не намного лучше, чем их собственные детки. Вот поэтому они где-то там на равных условиях. Дальше мы можем наблюдать и взрослые могут наблюдать за стратегиями взаимодействия, своими стратегиями взаимодействия и видеть какие-то очень интересные вещи. И что важно и для детей и для взрослых это актуализация неосознанных переживаний. У нас был очень яркий эпизод, когда я работаю тренером в тренинговом клубе для детей и эпизод был такой. У нас мама и дочка пришли на совместное рисование. Это было рисование в свободном стиле, то есть листочек разделили пополам и нужно было свою часть листочка каким-то образом раскрасить и второй человек должен был как-то гармонично все это сделать. Семья была такая интересная, то есть мама была очень властная женщина, она девочку растила очень строго, девочка как могла сопротивлялась, сопротивляться получалось не очень-то, потому что мама была сильнее. И вот им даем листок, листок разделен пополам, мама рисует какие-то милые вещи на своей половинке листа, тогда как девочка дорвавшись до свободы, взяла черную гуашь, начала руками ее вычерпывать и выкладывать на мамину часть листочка. Мама была в шоке, потом мы с семьей с этой достаточно долго говорили, прорабатывали эту ситуацию, они много раз еще рисовали картинки, но это в том числе помогло маме понять, а что чувствует ее дочка в отношениях и немножко гармонизоваться. Не до конца, но все равно всем значительно легче. Вот такие вот интересные вещи. Ну и какие варианты занятий мы можем... Дочке было шесть. то есть это была группа подготовки к школе и как раз вот там ну кризисный период у детей и нужно было гармонизовать отношения родителей и детей. Какие могут быть варианты занятий? Рисование семейного герба и это я вам расскажу подробненько. Это может быть изображение сцен семейной жизни, фотоколлаж или просто фотоколлаж очень удобно делать, когда мы выдаем детям и родителям разные картинки или просто какие-то красивые журналы на растерзание и они вырезают те картинки, которые нужны и выкладывают фотоколлаж на любую тему. Дальше это изображение дома, то, что называется рисунок семьи в динамике, когда мы изображаем, чем все дома занимаются. Это изображение каких-то семейных праздников либо наоборот семейных конфликтов изображение того, что в жизни людей самое важное. Ну и это может быть изображение жизненного пути семьи, увлечений и также я вот очень люблю это создание композиции песочницы на свободную или заданную тему. если вы с песочком работаете тоже можете попробовать часто парные консультации родителей ребеночка особенно когда ребеночку меньше 5-6 лет я провожу именно так то есть я выдаю ящик с песком и говорю делите пополам пожалуйста как хотите каждый на своей половине делайте свою страну. Коллеги я вас уверяю видно вообще все вы видите когда кто провел эту границу кто какую часть себе забрал или ребенок забрал большую часть или мама сказала так делим ровно пополам и сама провела эту линию там видно взаимодействие кто-то из детей отстраивает забор на границе с родителями кто-то наоборот залезает на его территорию хватает там игрушки и так далее здесь очень хорошее поле для диагностики вы вообще все-все-все увидите даже то что вам никто не сказал вот то есть это тоже интересное ну и герб семьи тоже очень интересное занятие детско-родительское почему смотрите как раз вот когда я говорила про семейные ценности говорила о том что они могут быть транслируемыми а могут быть нетранслируемыми и они могут быть еще и не очень понятными и родителям и детям да и когда мы начинаем рисовать герб семьи то мы тут же начинаем про эти ценности говорить и вытаскивать их каким-то образом на поверхность что это нам дает во-первых подтверждение семейной идентичности это тоже такая системообразующая вещь то есть мы это те кто и ведь смотрите об этом мы это те кто можно говорить бесконечно долго но герб это такая штука когда мы можем изобразить два или три символа и они должны быть очень важными здесь уже много скажешь скажешь только самое важное например мы те кто честно трудится мы те кто поддерживает друг друга мы те кто выходит победителем из любой ситуации кто старается обучаться постоянно и так далее и точно так же вот когда рисуется герб то у людей создается ощущение какой-то внутренней опоры ну и когда все это нарисовано давайте сделаем секундочку вот например мы можем сейчас проанализировать я на самом деле нашла разные гербы разных семей и вы можете уже увидеть что-то о характере этих семей например у нас здесь вот слева а кстати тоже можете какие-то свои вещи написать в чате слева например для меня это семья таких вот людей которые любят бороться да то есть мы здесь видим оружие мы здесь видим факел мы видим такую строгую структуру вот этого изображения и еще и девиз правда побеждает вот когда мы девиз на герб придумываем то семья как бы из глубины достает вот самую-самую свою суть то есть кто мы какой наш девиз самый главный ну и вот рядом семья вообще раз прекрасное изображение нарушающие все правила рисования гербы да наша семья лучше всех нашу семью ждет успех ну вот можно по-разному оценивать можете оценивать и например вот такие вот вещи да противовес семья это доверие любовь и доброта и мы видим солнце и цветочки или вот такая вот семья Винниченко и мы здесь видим что в этой семье собрались абсолютно разные люди судя по всему да что здесь есть люди как-то связанные с морем и с искусством и может быть с путешествиями но тем не менее их что-то объединяет да здесь они объединяются растениями растения это символ жизни собушка символ мудрости ну и да нам пора уже говорить о том что у каждого герба есть свои правила и такое занятие детско-родительское оно проходит очень интересно когда мы родителям и детям сначала рассказываем про законы геральдики не очень много рассказываем только основное то есть то что что такое герб для чего герб делали это тоже интересная такая история да то есть когда рыцари начали сражаться в латах которые закрывали лицо им понадобилось каким-то образом себя представлять на рыцарских турнирах тогда всю информацию о себе начали выносить на свой герб на щит которым человек закрывался то есть герб это форма щита но и потом уже появились собственно гербы рода на которых тоже появилась вся информация идея очень хорошая и она правда для многих семей очень целительная ну и дальше мы даем например примерно штук 30 разных символов например сова это мудрость лев это храбрость книга это знание якорь это про море или что-то еще и предлагаю выбрать то есть если не предлагать то будут очень долго думать а из готового выберут то что им нужно ну и семьи рисуют герб и занятия обычно проходят таким образом во первых мы даем какие-то упражнения на разогрев на знакомство и сближение ну хотя бы познакомиться затем оглашаем цели занятия то есть сейчас наши семьи рисуют герб и мы будем говорить о том что наши семьи уникальны ну дальше по вашим целям дальше даем как раз сведения из геральтики на этом моменте все расслабляются всем становится интересно после этого совместное обсуждение совместная работа детей и взрослых и дальше уже анализ того что получилось ну и если вам это упражнение понравилось и вы хотите его провести тогда вот вам еще ресурсы уникальнейший выпуск программы Галилео выпуск посвященный геральтике очень интересный и мы всегда детям показываем взрослым показываем то есть там все-все-все про то как нужно правильно рисовать герб и в такой очень интересной яркой форме ресурс как создать герб семьи и ресурс где описаны основные геральтические символы и их значения ну и вернусь чуть-чуть назад вот сюда когда мы занимаемся с семьей каким-то совместным творчеством ну то есть смотрите вот все те сюжеты про которые я говорила мы можем дать в двух вариантах первый вариант это когда у каждого по листочку бумаги и каждый рисует свое потом сравнивают и чаще мы даем вариант когда у семьи листочек бумаги формата А4 или формата А3 даже и семья начинают на этом листочке творить начиная с чистого листа ну то есть вообще мы даем лист чистой бумаги его никак не делим не разрешаем самостоятельно выбрать материалы расположение листа и так далее и потом смотрим и в процессе смотрим кто первым стал рисовать что этому предшествовало какие варианты могут быть мама быстренько отдает листочек ребенку и говорит так ты нарисуй пожалуйста что хочешь ну я потом уже доделаю как-нибудь если место останется или ребеночек может все это вот маме отодвинуть мама говорит ну что ты у меня такой робкий такой не смелый сейчас я все нарисую а ты раскрасишь это тоже очень важно за этим наблюдать в каком порядке работали остальные члены семьи то есть кто за кем кто предлагал идеи кто оказывал поддержку этим идеям как были вовлечены то есть например если это семья папа мама и ребенок что в это время делал папа он был вовлечен он вел семью за собой или он сидел в телефоне и был на работе в это время мысленно кто как работал то есть как разделили вот это пространство листа дальше очень интересно кто вторгался на территории других и каким образом тоже бывают как бы встречные случаи когда родители смотрят на листочек ребенка ну на рисунок ребенка и говорят что ты нехорошо нарисовал давай я тебе попробую вот кстати мы сами взрослые арт-терапевты никогда не поправляем изображение на детских рисунках это вообще-то бог вот либо ребенок может там мама что-то нарисовала он расчеркал все ну вот как эта девочка про которую я рассказывала это тоже важный такой штрих кто пытался вытеснить других кто стремился помочь другим работали ли люди по очереди или одновременно и либо формировали ли они какие-то подгруппы если их было много если меняли изображение то есть часто бывает что начали одно а потом хотят другое вот если про герб будете делать занятие то вы это увидите рисовали рисовали одно и вдруг так вот нам этого не хватает то есть у кого-то из глубины всплыли смыслы еще их срочно надо на этот герб поместить тогда все меняют дальше где располагаются изображения то есть люди могут рядом располагать изображение или они по углам разнесут и как бы останется чистое поле символы которые рисуют разные люди независимость либо зависимость ну и так далее были ли конфликты как они решались какие эмоции проявили в ходе работы ну и это был хаос или организация то есть кто-то пытался организовать либо не пытался ну и очень часто практически всегда после такой совместной работы мы проводим шеринг то есть это когда люди обсуждают родители и дети обсуждают между собой свою работу ну например мам я хотел тут нарисовать цветы а тут ты свой трамвай разместила и мне сейчас обидно и вот в процессе этого очень часто выходят какие-то скрываемые чувства какие-то семейные динамики взаимодействия которые не очень хороши для этой семьи например мы увидели что папа чересчур глазный да и там всех строит или что мама аморфная и дает ребенку командовать там где не надо и так далее все это можно очень аккуратно бережно обсудить и часто люди вот в процессе такой работы которые их как бы выносят из повседневности в креативное пространство они сами начинают видеть и могут быть такие откровения что теперь-то я вижу что мой ребенок сильный мужчина и он все может а я ему не доверяла например или теперь-то я вижу что я своего ребеночка зажимаю очень сильно своим авторитетом и я постараюсь сделать это меньше вот ну и собственно говоря на этом я и хочу закончить если есть вопросы то вы пожалуйста их пишите я рада что вам понравилось я думаю что у нас еще один вебинар будет мой мой вебинар будет еще один ну а с кем мы уже расстанемся на летний сезон я вам желаю прекрасного теплого лета мира в вашем доме пусть все будет благополучно и мы с вами обязательно еще встретимся всего доброго и до свидания до свидания